ну вот закончился сезон, наступила осень, все крутые тачки прячутся по гаражам ну а мы решили свою достать и запилить наконец на нее обзор это Mitsubishi Eclipse с полной начинкой девятого эволюшена на самом деле я первый раз за рулем этой машиной не заглухнуть бы еще с первого раза смотри-ка я еду как непривычно не бывает так, что в Eclipse ничего не скрипело, Eclipse всегда все скрипит если Eclipse не скрипит, значит это либо не Eclipse, либо он уже не ездит ощущение на этой машине такое, что на ней надо валить как она валит блин, зря я на ней не ездил так страшно стало на секунду она валит нормально сейчас, главное, надо на второй пулять, потому что на первой нельзя слушай, блин, я не знаю, как ты на ней ездил 300 км в час ну и даже я не знаю, сколько бы там, сто разогнались, но страшно да, ученый, 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 что ты реально первый раз за рулем своего творения блин, это лишь вторая передача, охренеть да, очки слетели класс поедешь за тобой, помнишь, как я? ты не видишь, как она валит она реально валит страшно страшно, реально, у меня аж пульс подскочил это, знаешь, именно то ощущение, когда когда гавишь газ, машина не едет вперед а первый момент машина поднимается вверх то есть вот, ну... потом стреляет на УАЗик а потом, да твой УАЗик опускается вниз да, я проехался всего лишь на первых двух передачах ощущение непередаваемое я надеюсь, что попозже мы проехаемся еще более быстрыми скоростями но пока я попытаюсь рассказать, что такое Mitsubishi Eclipse с начинкой Evolution или что такое Mitsubishi Evolution в кузове Mitsubishi Eclipse ну что ж, пойдем блин, это непередаваемое ощущение это была вторая передача из 100 км в час да, это Eclipse ну на самом деле, что отличает Eclipse от всех остальных машин в том, что Eclipse это культовая машина это реально машина из Форсажа первого, второго и всех остальных то есть, на этой машине выросло целое поколение да даже несколько поколений да даже текущее поколение знает, что такое Eclipse то есть, как бы Eclipse это легендарная машина что же не хватает Eclipse? Eclipse 25 лет конечно, ему не хватает современной надежности, мощности и как ее получить? надо взять и поставить туда мощный, надежный двигатель надежную трансмиссию от чего это можно взять? конечно же, от спортивной модели откуда взялась идея этого проекта? я давно хотел поставить в Eclipse современный мотор от Эволюшена это единственный человек, который смотрит все моё эти притом реально наушники одевает и слушает откуда взялась идея этого проекта? идея очень простая создать машину в культовом красивом кузове купе с современной начинкой от мощной модели этого производителя в данном случае это Mitsubishi Evolution 9 целиком и полностью от салона до колес здесь все стоит Evolution это не будет вырезаться это владелец машины, да? он больной какой-то, поэтому мы его не снимаем даже поэтому смотрите на скучный обзор мы могли бы снять его веселее намного итак, почему мы этот проект решили сделать в такой конфигурации? ну прежде всего, конечно, Mitsubishi Eclipse должен тюниться в рамках концерна Mitsubishi ну такое моё мнение и ставить туда какой-то там 2JZ или RB26 ну не важно что это кощунство как минимум поэтому мы решили все смотрели фильм Форсаж все видели Eclipse вот этот Eclipse это самый лоховской Eclipse, который есть в модельном ряду Mitsubishi Eclipse это Eclipse с 420 мотором хотя в линейке Eclipse есть более заряженные версии, турбированные, полноприводные ну так вот вот этот Eclipse изначально был как раз таким он был лоховским и мы решили сделать из него наикрутейшую машину засунув туда Evolution но Evolution тоже много на самом деле на сегодняшний момент их 10 и мы взяли 9-ый орнитолог орнитолог, блин здравствуйте, ребята о а вот и мой оператор сегодня в роли оператора у нас известный УАЗ-авод кстати известные речи не всю вазбуку прочитал уже еще а что тебе рассказать-то? что, что внутри? и поменьше грустного ебличего давай повеселее больше ржать больше ты рассказываешь про бодрую сука тачку а не про какую-то ебучую ладу Гранту это не лада Гранта вам сука и не девятка так можно просто открывать капот и показывать и 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 не забудь прикрутить мотор 2 года ездил с прикрученным мотором я не понимаю вообще на самом деле что сложного поставить в машину другой мотор сделал крепление разметил ровненько поставил, прикрутил, все на месте проводочки подключил, завел, поехал постоянно народ спрашивает как ты поставил сюда мотор расскажи, покажи этот обзор именно для этого и делается чтобы как-то рассказать что здесь под капотом под капотом здесь двухлитровый Miwag Turbo на нем так написано по крайней мере Miwag Turbo это двигатель от 9 эволюшн трансмиссия здесь тоже от 9 эволюшн кардан здесь тоже от 9 эволюшн сиденья здесь тоже от 9 эволюшн здесь только кузов от эклипса как сюда можно поставить мотор от эволюшн да в общем то ничего сложного мы берем делаем крепление размечаем ставим ровненько мотор и все, мотор у нас под капотом в чем были основные проблемы с этим с этой машиной с этим свапом прежде всего мотор на обычном классическом эклипсе 463 такой же мотор но это старый мотор и он стоял до 3 эволюшн и он зеркальный всем современным мотором то есть он стоит ГРМом в правую сторону а сейчас мотор стоит с ГРМом в левую сторону это тоже не важно как бы пофиг есть три кузова эклипса это D31 D32 и D33 мы сделали из переднеприводного кузова D31 это тот самый кузов с 420 мотором который был в форсаже мы как раз взяли за основу его и поставили туда мотор от ЭВА сделали полный привод то есть в результате получился у нас кузов D33 современный кузов D30 то отличает кузов D31 от всех остальных это передняя лонжеронная база то есть у всех кузовов у японского, у американского у полноприводного вот блин, на самом деле скучно ну но не рассказал о технических особенностях этой переделки и в этот раз я хочу рассказать именно об этом большинство сваперов к американскому они используют именно этот подрамник все свои последние проекты ставлю на ЭВА карданы ну в общем-то чисто доминальный этот радиатор шел на Субар и по интеркулеру размером в соточку проходит и уходит с дросси это не так но у нас все остальные Продолжение следует...